С точки зрения затрат энергии на переваривание пищи, свежие овощи, фрукты и молочные продукты охлаждают. Согревающим эффектом обладают жиры и углеводы. По классификации восточной медицины продукты делятся на нейтральные, согревающие и охлаждающие. Но сейчас мы будем рассматривать в каком-то конкретном порядке определенный продукт, потому что все-таки этими свойствами обладают продукты при длительном их употреблении одного или другого продукта. Поэтому, например, специи корица, тмин, имбирь, аджика, перец, карий, они раздражают рецепторы, заставляя кровь быстрее двигаться по сосудам. В холодное время года пища должна быть калорийной. Она обеспечивается в первую очередь за счет сложных углеводов. Пример этому – бурорис, черный, коричневый, красный, гречка, чечевица. Медленно освобождается энергия за счет длительного переваривания этих продуктов, и энергия тратится в течение дня. Для поддержания максимального согревания организма в рацион обязательно включать мясо. Согревающим эффектом обладают зимние овощи, такие как сепла, морковь, картофель, цветная капуста, лук порей, лук репчатый. Если мы говорим о овощах, то огурец обладает охлаждающим эффектом. Интересная информация о яйцах. Куриное яйцо – согревающий продукт, перепелиное – охлаждающий. Поэтому перепелины лучше употреблять летом, а курины – зимой. Молочные продукты обладают охлаждающим эффектом, но необходимо помнить о молочных жирах, поэтому сливочное масло, необходимо включать различные блюда в кленом количестве, но еще полезен сыр. Из фруктов самым таким согревающим, хорошим эффектом обладают гранаты, а вот цитрусовые охлаждают организм, поэтому в зимнее время они нежелательны. Защитить организм от холода помогут орехи и сухофрукты, поэтому в рацион необходимо включать изюм, курагу, финики, инжир, кешью, грецкий орех, миндаль и арахис. Кстати, в арахисе много витамина В3, который способствует терморегуляции, поэтому после холодной прогулки обязательно включить жменьку арахиса необходимо. Говоря о напитках, самым лучшим согревающим эффектом обладает черный чай. Не употребляйте кофе и алкогольные напитки после переохлаждения, так как они способствуют быстрому расширению сосудов, что может привести к их разрыву внутренним кровотечением и осложением со стороны сердечно-судистой системы. Хорошим эффектом для согревания, сложив после переохлаждения, обладает стакан холодной воды. Это такой эффект ножниц, когда в Средней Азии 50-градусную жару пьют горячий чай для охлаждения организма, и холодная вода, наоборот, способствует согреванию организма. Необходимо помнить, что в холодное время года на улицу необходимо выходить сытым, так как переваривается пища, освобождается энергия и согревает наш организм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова